Найстарейшим театром Гомельшины з'является областная драматичная творчая труппа заслуженного коллектива Республики Беларусь складают признанные мастеры сцены. Народные и заслуженные артисты краины, а так само молодые актеры, которые поступово переймают в опыт своих старейших коллег. На базе установок традиционно проходит международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные встречи». Все лет он будет ладиться с 16 по 19 мая. Спектакли «Творчая вечера», которые проходят в Гомельском драматичном театре, зауседы корыстаются популярностью уже хоровых гостей города над Сожем. В ближайший час театрала очакают новые премьерные проекты. Сейчас мы работаем над комедией, которая называется «Спасибо, Марго». Это такая легкая лирическая комедия. Что-то будет похожее, наверное, на наши спектакли «Мою жену зовут Марис» или «Незамужняя женщина». И буквально вчера приступил к постановке пьесы Якуба Колоса «Антось Лата». Я надеюсь, к началу мая у нас выйдет этот спектакль и в конце апреля выйдет комедия «Спасибо, Марго». Самыми потребовальными театральными критиками, як ведомо, з'являются дети. Минавито там у Гомельским державным театре «Лялик» до выбора репертуару подыходит вельми отказно. Кожную будущую постановку старанно анализуют и адаптуют под взрослую аудиторию. Меж тым есть тут спектакли и для дорослых. Самый чаканный премьерой этого сезона станет нашумелый спектакль «Интервью с ведьмами» Белорусского державного театра «Лялик», який отводится у рамках обменных гастролев. Сирот цикавых премьер так само Тим Талер, або «Продадзены смех» для детей среднего школьного взрослого и «Бурное житё» Лазика «Рочванеца» для дорослых. Уже нет того традиционного кукольного театра, когда ставили в углу ширму, рассаживали детей на стульчики и показывали спектакль. И сегодня всё-таки комплексно мы стараемся заниматься с детьми. И экскурсии проводим, и музей у нас работает. То есть есть к чему приложиться при желании. Есть на Гомельшине театр, який отказываю густ у молодёжной публики. Всё летою он отзначит своё 25-е годзе. Гомельский городский молодёжный театр робит сталку на интеллектуальную, сучасную российскую и замёжную драматургию. Тут ставят комедии, мелодрамы, психологичные пьесы и казки для детей. Зараз в молодёжном театре идёт работа над новой постановкой «Дьюная Миссис Сэвидж». У основе спектакля – комедийная пьеса американского драматурга Джона Патрика. Премьера запланована на 28-го «Красовика». И она промеркована до юбилея актрисы Галины Аншишкина, якая выконывает головную роль. Комедия с элементами детектива, хотя в ней присутствует всё. Я не хочу раскрывать ни фабулу, ни сюжет. Мы готовимся на события, и мы ставим высокий план. А когда ты её ставишь, ты не идёшь. И думаю, что спектакль будет и полезен и для актёров, и интересен для публики. Лиричная и музычная комедия, спектакль для детей, постановки на военную тематику складают репертуар Мазырского драматурного театра «Имя Мележа». Свою властную историю сучасный коллектив ведёт с 1990 года, когда был створен театр. Межтым, первый драматурный гурток у Мазыры открылся ещё в 1913-м. У целого, в последний час, на Гомельшине з'явився целых шерых, текавых и талиновитых актёрских работ. Их высоко оценивают же хары близкого и далёкого замежа. Они притягивают ледошоу разных поколений и поглядах. Театры регионы отрымают высокую профессиональную планку и отыгрывают важную роль в духовно-моральном и культурном развитии нации. Вероника Варашилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель».